Допинговый скандал в Чувашии стал поводом для создания независимой рабочей группы, в чьи обязанности входило выяснение всех обстоятельств и условий нарушений правил спортсменам и их персоналам. Накануне группа завершила работу и обнародовала ее результаты. Рабочую группу, в составе которой спортивный юрист, бывший следователь по особо важным делам и специалист по организации здравоохранения и антидопингу, создали по решению кабинет министров Чувашии. Мы посчитали не только свое желание, но и своей прямой обязанностью разобраться в той ситуации, которая якобы есть в республике. Ну и с помощью независимой комиссии, может быть, определить, как сейчас принято и модно говорить, ту дорожную карту, при помощи которой мы поэтапно приведем все состояние нашего спортивной отрасли в нормативный акт. Спортсмены попали в сложную ситуацию из-за крайне низкой квалификации спортивных врачей. Как пояснил Артем Патцев, медики назначали обычные препараты, например, глюкозу и физраствор внутривенно, в дозировках, которые широко применяются в медицинской практике, но ни в коем случае не разрешены у спортсменов. Это все равно, что назначить, допустим, какой-то запрещенный в спорте просто препарат, ссылаясь на те или иные нормативные документы, которые существуют для обычных пациентов. Спортсмены – это необычные пациенты. И доктора спортивные – это как раз те люди, которые должны знать, как применять те или иные препараты, какие можно применять, какие препараты можно применять в определенных дозировках. Помимо ответа на вопрос, кто виноват, в докладе независимой рабочей группы по выяснению обстоятельств и условий нарушения антидопинговых правил даны рекомендации, что делать. Выводы касаются всех заинтересованных сторон. И РУСАДе надо изменить вопросы, по крайней мере, подхода к проведению своих расследований. И Министерству спорта Чувашской республики необходимо срочно принять меры совместно с региональными федерациями по видам спорта в плане образовательных мероприятий и для тренеров, и в первую очередь для тренеров, а также, конечно, для спортсменов. Что же касается врачей, в Центре спортивной медицины произошли серьезные кадровые перестановки. Сейчас проводится работа по повышению квалификации. Руководитель независимой рабочей группы Артем Пацев отметил, что такая практика изучения обстоятельств и условий к совершению нарушения антидопинговых правил для России – новшество. Я считаю, это очень правильный шаг, тот шаг, который предпринял Кабинет Министров, поскольку подобный подход, по крайней мере, в спорте, характерен для всех более-менее развитых стран и текущих каких-то процессов. По словам Артема Пацева, рабочая группа пришла к выводу, что нарушение антидопинговых правил спортсменами в Чувашии не является следствием намеренной политики медицинских учреждений или спортивных организаций. Елена Гальперина, Валерий Резюков, Республика.